Всем привет! Наконец-таки я дождалась вот этой вот огромной шоколадки. Это самая большая шоколадка в моей жизни. Очень я её ждала. Сейчас покажу, что находится внутри. А внутри находится... Шесть палеток теней, две палетки, тут хайлайтеры, в общем, для лица. И три блеска. Ну, давайте я уж вытащу и покажу, что здесь есть. Немного поподробнее. Первая палетка от Makeup Revolution. Это палетка Макару. Такая миленькая, голубенькая. И когда её открываешь, она и внутри какая-то прям... Ну, не знаю даже, как сказать. Ну, классная. В общем, такие оттенки. Синее, зелёно-голубые. И вот что мне, кстати, понравилось во всех палетках. Вот тут Makeup Revolution, вот эти шоколадки. То, что это, в принципе, отдельные палетки. Это не акцентные палетки. Их можно использовать отдельно. То есть даже если здесь есть цветные оттенки, то также есть и повседневные. Если есть шиммерные, то также есть и матовые. То есть её можно использовать одну без добавления каких-то других палеток вполне легко. Вот эта палетка Макарун, она такая немножко, конечно, более светлая, что ли. Здесь мало таких именно матовых, тёмных оттенков. Но всё же достаточно для того, чтобы использовать её одну. Что касаемо, кстати, мне вот эти палетки обновлённых версий, там, где нет бестолковой кисточки, здесь уже 18 оттенков. И есть название цветов. Мне они нравятся больше. Они выглядят гораздо более стильными. Предыдущие версии как-то вот выглядели какими-то более дешёвыми, что ли. Что ещё могу сказать? Качество теней хорошее, пигментация хорошая, но не отлично. Но тушуются очень даже хорошо. И для своей цены пигментация, в принципе, хорошая. Что касаемо, кстати, аромата, я не знаю, может быть, мне такие попались. Просто все обзоры, которые я видела на эти наборы, они были у каких-то зарубежных блогеров. И я не знаю, что они там рассказывали касаемо аромата. Знаю, что все восторгались ароматом. Ну, похоже было на то. Но, знаете, аромат не шоколада. Аромат даже не дешёвого какао. Аромат не очень приятный мне тем, что он напоминает, знаете, есть такие таблетки от боли в горле. Я не помню, как они называются. Они коричневые. И, не знаю, может быть, когда горло болит, они такие противные на вкус. Либо они на самом деле такие противные на вкус. Они вроде как должны быть со вкусом шоколада. Ну, или, по крайней мере, его напоминают. Ну, в общем, какой-то такой странный у них вкус и аромат. И вот прям здесь тоже какой-то аромат. Аромат химозный, непонятно чем. В общем, аромат мне не понравился. С шоколадом даже намёка нет. Не знаю, может быть, у каких-то вот именно предыдущих версий шоколадки и был какой-то намёк. То есть здесь намёка нет на аромат. Что касаемо свочи, давайте уж я все их свочить не буду. Я либо вставлю фотографии, либо уже когда отдельно буду снимать про каждую палетку, тогда уже там покажу все свочи. Ну, так, чтобы просто показать пигментацию, давайте сделаю несколько свочей. Какие-то оттенки заодно покажу. Так, ну, какой-нибудь матовый. Вот такие оттенки. Так, вроде бы, всё хорошо. Нет, пигментация хорошая, но вот, повторюсь, не отлично. Даже у Makeup Revolution есть палетки, у которых пигментация просто шикарная. Я потом вам их покажу. Но здесь вот именно она хорошая, она достойная. Но это скорее четвёрка, чем пятёрка. Палетка Lemon Dryzel. Палетка, которую я вообще изначально не планировала заказывать этот набор. Я планировала заказать несколько шоколадок. Вот именно из новой версии. И из старой версии просто мне там очень понравилось розовое золото. Но потом, когда я заказала другую палетку аналогичную, решила её не заказывать. Но всё-таки решила какие-то шоколадки попробовать. И тут как раз попался вот этот набор, который в чёрную пятницу был с очень хорошей скидкой. Я решила, что всё-таки закажу набор. И вот эту палетку я не планировала изначально заказывать, потому что мне она показалась какой-то слишком жёлтой. Ну, здесь реально вот эти два шиммерных жёлтых оттенка, вот этот и вот этот, они прям практически одинаковые. Там в полутонах разница, а так они практически одинаковые. Но здесь, кстати, достаточно и каких-то вот не только жёлтых оттенков, каких-то бежевых, коричневых, красноватых. Так что я думаю, что, в принципе, я буду её использовать. Неплохо так она выглядит. Давайте тоже покажу несколько свочей самых таких оттенков, которые мне приглянутся. Так, так, так. Давайте уже жёлтенький какой-нибудь. И вот этот. Вот этот оттенок, цитрус красный на такой какой-то, ну, наверное, коралловый какой-то. Прям он матовый, но пигментация, конечно, очень хорошая. Сейчас покажу, как переносится. Переносится тоже хорошо. Я надеюсь, что я просто, что касаемо тушёвки, я попробовала, наверное, три палетки из шоколадок. Вроде бы тушуются хорошо. Нет никаких проблем. И даже обычной синтетической кистью, на что я не люблю растушёвочные синтетические кисти, потому что они, ну, не все, не со всеми тенями справляются. Здесь я специально попробовала. Вроде бы справились. Но тушевала, конечно же, матовые оттенки. Такие шиммерные. Не пришлось мне тушевать. Их я наносила куда-то в серединку. Вот такая палетка Cranberry's & Chocolate. Она, кстати, недавно только появилась отдельно на сайте, по-моему. Я, кстати, не сказала, я заказывала эту шоколадку на официальном сайте. Что касаемо именно... Ну, давайте уже в конце скажу, что касаемо официального сайта. Давайте сейчас пока по теням. И вот эта палетка, по-моему, недавно появилась отдельно. То есть она была в наборе, а вот именно отдельно она как новинка у них идёт. Совсем недавно появилась. Это такие повседневные оттенки с добавлением каких-то таких винных, что ли, каких-то бордовых оттенков. В общем, не знаю, на вид выглядит очень шикарный. Палетка, причём здесь шиммерных, по-моему, три. Да, три оттенка. Все они такие в бордовый какой-то гамме. А, нет, вру. И ещё три светлых. Вот эти. Вот эти два. И вот этот. Тоже шиммерные. Но шиммеры такие некрупные. Все остальные матовые. То есть здесь есть и матовый бежевый, и матовый чёрный, и матовый какой-то коричневый. То есть это вот именно повседневная палетка, но с добавлением каких-то интересных бордовых оттенков. Очень мне она понравилась. Так, ну, какой-какой. Какой-нибудь матовый. Ну, видно, что педагогидация хорошая. Нравятся мне эти палетки. А вот эта палетка как раз-таки из старой версии. Это Salted Caramel. То есть там, где ещё есть глупые вот эти кисточки, точнее, спонжики. Там, где не написано название оттенков, они написаны здесь отдельно на листочке. И, ну, я думаю, все вы знаете, кстати, что у этих палеток есть зеркало. у всех и новых, и у старых версий. И здесь уже 16 оттенков. Что ж ты будешь делать? Но вот эти два, они большие. И это аналог палетки от Too Faced Chocolate Bar второй. Но я, к сожалению, свочить её не буду, потому что я пока не решила, буду ли я ей пользоваться. У меня есть не настоящая палетка от Chocolate Bar, а копия палетки с сайта Алиэкспресс. Я сейчас, пожалуй, вам покажу. Я не знаю, насколько копия близка к оригиналу в плане именно цветовой гаммы, но всё равно сейчас сравним. Хотя, кстати, здесь вот спонжика нет и название оттенков написано. И так как у этой палетки тоже очень хорошее качество, она прям супер качество. Да, конечно, они отличаются немного. У них светлый розовый оттенок очень сильно отличается. Здесь он матовый, такой выбеливающий розовый, а здесь он прям шиммерный, шиммерный. И да, может быть, она выглядит в чём-то более красивое, но, повторюсь, качество этой палетки хорошее, и уже эту палетку вроде бы не хотелось бы выбрасывать. Поэтому я пока не определилась, может быть, я кому-то подарю эту палетку, потому что здесь это всё-таки хоть и это Мэкап Революшн, но это оригинал, а не китайская палетка. Хотя, кстати, насчёт не китайской палетки, не знаю, я заказывала всё мне пришло из Англии, но здесь написано Made in China. Все, вся косметика, которую, блин, заказываешь, откуда-то она вся произведена в Китае. То есть, из Англии заказываешь NYX косметику с официального сайта заказываешь, произведена в Китае. Единственное, что я заказывала с русского сайта. Может быть, если именно с американского заказывать, может быть, там не из Китая, не знаю. Вот, всё, что я не заказываю, всё произведено в Китае. Хотя, заказываешь на официальных сайтах, всё. Ну, видимо, да. Но всё-таки, скорее всего, просто действительно, ну, завод, они за ним следят за качеством. Вот такая розовенькая, уже вся целиком розовенькая. Это Strawberry Cheesecake. И здесь прям вау! Вау! Здесь в основном розовые оттенки, но опять же, плюс всех этих палеток есть парочку матовых, коричневых, есть, ну, здесь вот этот, такой, правда, немножко желтоватый, тоже матовый, светлый оттенок. То есть, всё равно её можно использовать отдельно, без добавления какой-то другой палетки при желании. Конечно, если вам что-то другое потребуется, например, чёрный оттенок, то здесь его нет. Но она вполне может существовать как самостоятельная палетка. И очень она такая миленькая. Здесь холодные розовые, ну, их тут две-три штучки холодных, все остальные такие более носибельные, то есть, не барбишные, вот эти два прям такие, прям такие-такие яркие. Вот так, что ещё? Давайте матовые вам покажу. Матовые, матовые, вот этот красивый. прям, ну, красиво, именно розовая палетка для любителей такого, какого-то девичьего макияжа, либо, если вы любите добавлять какие-то розовые акценты, вот именно такой розовый, который няшный, такой розовый. Последняя палетка теней в этом наборе, но не последняя палетка вообще, это сморос. Это палетка такая нюдовая, тёплая, ну, в основном тёплая, прямо-таки такая хорошая базовая палетка, здесь достаточно матовых оттенков, ну, наверное, где-то 50 на 50, достаточно светлых оттенков, в общем, очень хорошая палетка, и вот, повторюсь, вот это оформление с названием цветов, без вот этих спонжей, мне очень нравится. так, что здесь, какие интересные оттенки есть, даже не знаю, не знаю, что вам показать, чтобы показать такое самое-самое интересное, цвет, вот эти два оттенка на пальцах кажутся прямо-таки похожими, но на самом деле один темнее, чем второй, и более, чуть похолоднее. Переходим к малюткам, вот такая малышка, называется Пролине, красная, у всех, ну я вам сказал, что у всех этих палеток одинаковый аромат, хотя, по идее, по-моему, они должны отличаться, ну, не знаю, у меня ничего не отличается, здесь два хайлайтера, несмотря на то, что вот этот оттенок выглядит темным, но это хайлайтер, просто он такой, вот один светлый, второй потемнее, один такой белый с золотым отливом, второй такой чуть потемнее, но при растушевке он, в принципе, ну, кстати, видно, не видно, у меня вот этот темный сейчас на мне. Хорошие хайлайтеры, прямо они так сияют, очень красиво, хотя я, честно говоря, не очень понимаю, когда делают хайлайтеры темным, нет, хотя, в принципе, я не понимаю, это я не понимаю, есть же темнокожие девушки, для которых белый хайлайтер, это просто, фуф, им как раз-таки нужен темный, поэтому, да, просто, 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 для светленьких может быть, он кажется темным, а для темненьких он кажется как раз-таки самое оно. еще одна малышка, это уже Чокол Строу Бери, здесь, вот здесь непонятно, что, здесь бронзер, который хорошо использовать в качестве скульптора, а вот это вроде бы румяна, и, ну вот на пальцах это румяна, но при переносе, переносе, точнее, не при переносе, вроде бы румяна, да, но когда вы начинаете растушевывать, во-первых, он отливает золотом, он очень шиммерный, этот оттенок для румян, и вот он прям становится хайлайтером, но с другой стороны он все-таки отливает и красным, и как бы, вот, ну представьте, если вот такой красный будет в качестве хайлайтера, я не знаю, я пробовала его наносить в качестве румян, в принципе, ну, может быть, немножко странно смотрится, потому что действительно оттенок очень шиммерный, вот, я вот этого не понимаю, когда создают действительно очень шиммерные румяна, либо хайлайтеры, ладно, темные там, для темных девушек разобрались, но вот с какими-то оттенками красного, ну, как-то не очень я воспринимаю, и бронзер, и последнее, что входило, это блески для губ под номером 1, 2, 3, первый блеск, который у меня сейчас на губах, называется он солтед карамель, и, кстати, вот блески, да, они как называются, так и пахнут, здесь вот именно прям карамель, блески, достаточно плотные, не сказать, что это лаковая помада, но именно для блеска они хорошо отдают свой оттенок, ну, вот эти, конечно, они такие более нюдовые, поэтому на губах может быть не очень заметно, что прям сильно отдают хорошо свой оттенок, но именно для блесков у них очень хорошая пигментация, есть те блески, которые, ну, какие-то полупрозрачные, вообще непонятно, каким они цветом, здесь как бы все понятно, они плотные, они, не сказать, что сильно липкие, вот они и не липкие, и не жидкие, которые через 5 минут куда-то улетучиваются с губ, они вот прям, у них серединка во всем, они могут скатываться, потому что вот я сейчас убирала немножечко, не то, чтобы прям сильно скаталась, начал скатываться, я заметила, но скатываются они в том случае, когда не убираешь излишки, я сейчас так торопилась, что, блин, не могла найти ватную палочку, чтобы убрать излишки, поэтому вот, если вы наносите, желательно пройтись ватной палочкой по границам, чтобы излишки вот эти потом не скатались, которые на границах именно находятся, а так, если излишки убирать, то ничего не скатывается, все выглядит очень достойно. Второй блеск под номером 2 называется Пролине, аромат тоже такой уже другой, и вот второй блеск мне очень больше нравится, просто сегодня он как бы первый мне больше подходил, тем, что это нюд, но он такой в розовинку, потому что нюд с розовинкой, он всегда смотрится более естественно, потому что все-таки наши губы они с розовым пигментом, поэтому вот такие оттенки мне нравятся больше. И третий блеск, который называется Чоколочерри, и вот действительно пахнет вишней и шоколадом. Я причем еще до того, как прочитала название, я прям вдохнула, и вот реально я почувствовала вишню и шоколад. Переворачиваю, читаю, и вижу Чоколочерри, прям один в один. Но единственное, что оттенок темный, а так как это блеск, и блеск достаточно пигментированный, но все-таки это не лаковая помада, немножечко, знаете, вот он не плотно, вот какими-то проплешнями может ложиться, поэтому нужно его прям аккуратно-аккуратно наносить, где-то подправлять, в общем, как-то равномерно это делать, и тогда все будет хорошо. Так, чтобы и не слишком тонкий слой, и чтобы не было излишков, потому что, если они будут, то тоже будет не очень красиво. Вот такой замечательный набор, который я очень-очень ждала. что касаемо самого моего заказа на сайте как он-то правильно, Revolution Beauty, по-моему, в общем, я оставлю ссылочку, официальный сайт косметики Makeup Revolution, доставка из Англии, доставка, вообще, они там обещают, по-моему, доставку меньше, но они как бы писали о том, что Черная Пятница, очень много заказов, просим прощения, подождите, но мой заказ шел, по-моему, ровно три недели, прям вот 21 день, если не ошибаюсь, минус, но мне кажется, это минус нашей Почты России. посылка была упакована в обычную коробку, коробка, видимо, превышала объемы, ну, в общем-то, пустого места в ней оставалось достаточно много, там были вот эти воздушные подушки, но они были как-то не по кругу, прям везде, а с двух сторон, то есть, ну, а все-таки там, сколько получается у нас, сторон-то, восемь, у коробки, и поэтому было не совсем это безопасно, в общем, коробку я получила в ужасно, не то, что помята в состоянии, такое ощущение, что на ней просто сплясали, у нее даже и сторон-то не было, как у квадратной коробки, она просто была сплюснута, причем, мне кажется, что коробку не знаю, на какой стадии, но открывали, потому что она была вся порвана, я не увидела ни одного, единственное, что я увидела там доказательства того, что она действительно пришла из-за рубежа, это вот наклеечка на самой коробке, но ни одного какого-то скотча там, ну, я, конечно, не знаю, может быть, они скотчем их не перематывают в своей коробке, может быть, только наш Почта России там фигачит на каждом своем пункте, но скотчи были только российские, больше никаких опознавательных знаков того, что это именно в Англии упаковали в эту коробку, ну, вот кроме вот этой наклеечки, так что я надеюсь, что все-таки эта коробка была изначально, и оттуда ничего не вытащили, но по списку вроде бы все пришло, единственное, что знаю, что некоторые говорили о том, что когда большой заказ, там какие-то могут быть подарки, никаких подарков не было, но так как они присылают, вкладывают в коробку именную открытку, вот такую, и здесь как раз-таки они пишут, есть список, что вы заказали, в каком количестве, здесь все прописано, но опять же, кто знает, а вдруг они подарки не прописывают, то, что они должны входить, ну, конечно, кстати, вот эта вот именная открытка, это очень приятно, потому что, ну, на это нужно потратить время, чтобы ее напечатать, вот именно вставить туда мое имя и распечатать это дополнительное время, долго, конечно, там ее собирали, она очень долго находилась где-то, ну, до России она шла, наверное, две недели, и только по России, да если не больше, и только по России как раз-таки вот несколько дней, ну, там может быть неделю, может быть дни пять, как-то вот так, конечно, я очень испугалась за то, что что-то придет не в целости и сохранности, потому что вот эта коробка с вот этой шоколадкой, конечно, она пришла, ее спасало еще то, что она находилась в отдельной коробке, а, допустим, заказывала палетку теней отдельно, которая шла вообще без коробочки какой-то, она вот просто скотчем была, приклеена, как она никаким образом не разбилась, я не знаю, вообще все дошло в целости и сохранности, мне понравилось, конечно, очень переживательный момент, если заказывать еще, а вдруг в таком же состоянии, если придет и что-то разобьется, не хотелось бы, но пока все понравилось, понравилось то, что именно на этом сайте можно заказывать все новинки, то есть сразу все, что выходит, потому что на российских сайтах, вот, допустим, я заказывала на Beauty Home косметику, My Cup Revolution, там вообще рядом не стояло то, что есть на официальном сайте, то есть то, что продают у нас в России на официальном сайте, уже, не знаю, полгода, если не год прошел, как они это выпустили, на официальном сайте новинки, там, я не знаю, по два раза в месяц, что касаемо палеток, потому что я кроме теней ничего не заказывала, это вот выходит прям очень часто, я пока заказывала заказ, пока его, то есть я его заказала, я его долго обдумывала, когда его заказать, что хлопа, уже там новая, одна или две палетки вышли за это время, пока мне посылка шла, еще одна вышла, то есть как бы, ну, очень быстро у них все эти новинки происходят, появляются, ну вот, отдельно постараюсь, конечно, побыстрее, я знаю, что я обещаю, но очень долго это делаю, отдельно покажу все палетки, со свочами, с макияжем, как все это, поподробнее что-то расскажу, сейчас просто хотела показать вам эту шоколадку, как она, какая она классная, и сколько классных палеток она в себе содержит, и мне кажется, что там периодически, даже не только в Черную пятницу, периодически, я думала, что сейчас и новогодние праздники, наверняка опять будет скидка на этот набор, всем советую его, очень хороший набор, все палетки разнообразные, такие, знаете, и вот именно, даже цветные вот эти акценты, то есть в одной палетке именно акцент на голубые цвета, в другой на розовые, в третьей на желтые, в четвертой на какие-то бордовые, в пятой вообще полный нюд, единственное, что вот эта вот карамелька, которую я вам не стала свочить, там как бы непонятно на что акцент, там тоже в основном нюд, с добавлением синего, розового, вот, я надеюсь, что вам понравилось это видео, что оно было вам полезным, может быть, действительно вы надумаете о том, чтобы приобрести себе такой набор, или вообще что-то посмотреть на официальном сайте, я вот рискнула, и да, побаиваюсь, заказывают ли там еще, с учетом того, что ну как-то все это неаккуратно запечатывают, хотя бы, я не знаю, я думала, что там в пупырку все это отдельно, там каждую коробочку, палеточку завернуть, нет, к сожалению, такого не было, но вот слава богу, что все хорошо дошло, так что я вас всех люблю, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok